Всем привет! С вами канал Отдых по карману. Наше автопутешествие Владивосток-Челябинск продолжается. И до Челябинска нам остается совсем немного. Ночевали мы сегодня в городе Кемерово. Вчера по трассе очень был сложный маршрут. В Кемеровской области были ремонтные работы дорожные. Ничего не подсвечивалось, трасса очень темная, так что будьте внимательнее на дороге. Ну все, погнали! Вчера добрались до Кемерово, забронировали через букинг квартиру-студию в новостройке. Очень теплая, уютная. По стоимости вышла со скидочкой 1560 рублей. Сейчас я вам ее покажу. В квартире находится такая двуспальная кровать, диванчик, стол, кухонная зона, санузел, прихожая вот такой шкаф-купе. Находится на тринадцатом этаже, вот такой вид. В Кемерово мы, конечно, не планировали заезжать, но раз мы уже здесь решили посетить парк ангелов, где 25 марта 2018 года случилась трагедия. На этом месте стоял торговый центр «Зимняя вишня». Установлены качели, лавочки. На самом деле сложно, конечно, здесь находиться. Когда все это видели по телевизору, а теперь мы сами здесь находимся. Ну все, мы выезжаем. Счастливого пути нам до Новосибирска остается 240 километров. Кемеровская область. Ремонт продолжается. Они, видимо, решили за один раз сразу всю трассу поменять. Ужасные пробки, что вчера были до Кемерово, что выехали мы отсюда в сторону Новосибирска. Так же самое все. Уже белые мухи полетели на улицы, а они до сих пор ремонтируют. Когда они успеют это сделать до холодов? И успеют ли вообще? Новосибирск мы объехали по объездной в город, не стали, к сожалению, заезжать. Погода сегодня не очень. Едем мы эти 300 километров от Кемерово до Новосибирска не больше 70 километров в час. Трасса загружена, поэтому мы приняли решение двигаться дальше. Уже так хочется скорее добраться до дома, лечь на свою кровать, прижаться к своей любимой подушке и сладко спать. А Новосибирск находится от Челябинска не так уж далеко, конечно, как Иркутск, как Красноярск, как Байкал. Поэтому в Новосибирск мы можем и в любое другое время выбрать и приехать. Но лучше всего, я думаю, приезжать сюда летом. Летом можно и погулять по лесу, посмотреть достопримечательности. Завтра у нас будет Омск. По обстоятельствам посмотрим, как будет дорога. Заедем, не заедем. В Омске живет у меня моя подружка. Мы с ней учились с 1 по 7 класс. Мы уже давно не виделись. В последний раз мы, наверное, виделись с ней лет, так, наверное, 15. 15, если я не ошибаюсь. Если получится, то обязательно заедем. Хотя бы увидимся на 5-10 минут. Всем доброе утро! Вчера мы не доехали до Омска, где-то примерно 330 километров. Уже очень хотели спать. Остановились. Придорожная гостиница «Ланта». Ну, главное, было тепло. Только, конечно, душ и туалет находятся на этаже, что не очень удобно. Нам главное вчера было где-нибудь упасть, переночевать. В общем, ценник на вот этой трассе Новосибирск-Омск – это просто нечто. Минимум на нашу семью номер стоит 3 тысячи. Дальше мы обзванивали все гостиницы. 3, 3, 500, 4, 4, 600 даже. Представляете? Я вот не пойму, что здесь такого, почему здесь такая цена завышенная. Прям как в Забайкальском крае. В Забайкальском крае был самый такой дорогой номер, который мы снимали на ночь. Это 4 тысячи. Хотя такой номер можно снять с видом на море где-нибудь на Краснодарском крае. В Забайкальском крае остается 1300 километров. Уже прям очень-очень хочется побыстрее домой. Погнали! Мы заехали в город. Я встречусь со своей подружкой детства, своей одноклассницей. Я уже вам говорила, что мы не виделись, наверное, лет 15, может, даже чуть больше. Я уже забыла. Договорились встретиться в кафе. Сразу пообедаем и дальше поедем в сторону Челябинска. Она не она. Похоже, вроде она. Здравствуйте! Здрасте! Я говорю, она, она идет. Я говорю, снимай, снимай, говорит, идет. Сидим, обедаем. Все-таки вспомнили. Оказывается, 16 лет мы не виделись. Много. Да. Вспоминали-вспоминали. Уже, видимо, память подводит нас. Ну все, мы выходим уже. Прощаемся. Теперь не так надолго. Да, договорились. Лет так через 10 встретиться точно. Нет, давай раньше. Я предлагала перед пенсией, но решили пораньше все-таки. Решили все-таки раньше, чтобы можно было выбрать шампанского и вообще повеселиться. Да, да, да. Проезжаем центр города. Мы решили выбрать другую трассу и поехать в Челябинск через Тюмень. Так как та дорога, которая ведет на Курган, очень плотная. Куры, ремонт дорог, скорость не больше 70. Обогнать невозможно. Попробуем проехать через Тюмень. Путь длиннее на 200 километров. Ну, продлим себе путешествие. Попробуем проехать. Попробуем проехать на 100 километров. Попробуем проехать. Попробуем проехать в principe в purposelyе. Продолжение следует...